Добрый вечер! Время новостей на 31 канале в студии информбюро Полина Булава. И смотрите сегодня. Отдернуло ребенка так, что тот сломал ключицу. Какой приговор вынесли воспитательница детского сада, из-за которой в прошлом году пострадал ребенок в Костанае? Признала ли подсудимая свою вину? Шемкенский НПЗ вновь готов к работе. В чем была причина остановки? И когда на заправках вновь появятся бензин марки АИ-95? Впал в кому. Пациенты Алматинской клиники, где лечат онкологию, нетрадиционными методами пожаловались на врачей. Он не имеет права лечить. Какие процедуры назначили больным? Пожар в горном массиве Карагандинской области. В чем причина возгорания? На какой площади огонь? И как продвигаются работы по ликвидации? В Костанае вынесли приговор воспитательницы, по чьей вине ребенок сломал ключицу в детском саду. Свою вину педагог признала и в зале суда не могла сдержать слез. 25-летнюю воспитательницу детского сада приговорили к одному году ограничения свободы в суде номер 2 Костаная. Столько же подсудимая не имеет права заниматься педагогической деятельностью. Инцидент в дошкольном учреждении произошел летом прошлого года. Педагог резко отдернула стул, на котором сидел ребенок, и тот упал. Женщина взяла тогда его на руки и принялась успокаивать. Позже выяснилось, что у мальчика перелом ключицы. Родители тогда требовали наказания для воспитательницы. Приговор для подсудимой оказался неожиданным. Все оглашение она плакала. Судья объяснил, что не стал наказывать альтернативным видом наказания педагога в виде штрафа, так как она сейчас безработная. В итоге она получила один год ограничения свободы. Это преступление было само по себе неосторожное. Совершено лицом впервые, молодой девушкой. Поэтому суд данные обстоятельства учел как смягчающие. Но, тем не менее, это не умаляет факт совершения правонарушения. То есть, тем не менее, к своим обязанностям нужно относиться более тщательно. Лиса, укусившая пятилетнего мальчика в Актюбинской области, была больна бешенством. Об этом сообщили в ветеринарной инспекции региона, где сегодня получили результаты лабораторного исследования. Дикое животное напало на малыша на берегу реки Кобда, где он был вместе с родителями. Каково состояние ребенка сейчас и какие меры принимают на месте ЧП, расскажет Эльмира Ержанова. Спустя две недели стало известно, что напавшая на пятилетнего ребенка лиса в Актюбинской области была больна бешенством. Ветеринарные инспекторы сегодня сообщили данные лабораторных исследований. Голову дикого животного, по их словам, отправили на проверку сразу же после нападения. Теперь в крестьянском хозяйстве, которым владеет папа пострадавшего мальчика, объявили карантин, так как здесь содержится свыше тысячи голов скота. На сегодняшний день готовится представление главного государственного ветеринарного санитарного инспектора Хабдинского района об ограничительных мероприятиях в крестьянском хозяйстве Ертемир. Так как крестьянское хозяйство Ертемир находится в 10 километрах от этой речки Хабды. Поэтому они там будут проводиться, вакцинация и оздоровительные мероприятия. Что касается состояния ребенка, то ему ничего не угрожает, говорят врачи. После ЧП мальчика положили в больницу. Там, под наблюдением врачей, он получил первые антирабические вакцины. Ребенка уже выписали домой, но он продолжает получать прививки по схеме. Дикая лиса напала на пятилетнего ребенка в тот момент, когда он находился около реки Хабда вместе с родителями. Она выбежала из камышей и набросилась на мальчика. Дикое животное укусило ребенка в лоб, раны были и в области носа, над бровью, также были царапины у виска, на бедре и голени. Отец ребенка убил лису и обратился в больницу. Благо, сделано это своевременно, в противном случае последствия могли быть ужасными, говорят инфекционисты. Часто болеют, конечно, дикие животные. Это волки, шакалы, лисы. Могут заразиться собаки, тоже кошки. Поэтому при любом укусе, ослюнении этими животными, млекопитающими, конечно, люди должны срочно обращаться за медицинской помощью. Так как это грозит заболеваемым. Человек может заболеть бешенством, а бешенство не лечится. Лечится там стопроцентный летальный исход. Отмечу, что укус не был спровоцирован, то есть это не было защитной реакцией животного на поведение человека. Лиса появилась неожиданно и напала, говорит отец ребенка. От комментариев на камеру он отказался. Агрессивное поведение характерно для больных животных, отмечают специалисты. В любом случае советуют при царапинах, при контакте со слюной животного, тем более при укусах, срочно обращаться к врачам, чтобы у них была возможность сохранить человеку жизнь. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Инфорумбюро, Актубе. В Казахстане подорожал рис. В среднем за год цена выросла наполовину. Но в некоторых регионах произошло удорожание на 70-80%. Эксперты говорят, все потому, что удорожание коснулось всех сфер отрасли. Возросла стоимость сельхозтехники, с прошлого года добавился НДС, подорожали горюче-смазочные материалы. В правительстве сетуют, что не все регионы заключили контракты на поставку риса. Анастасия Новикова расскажет подробнее. В Казахстане подорожал рис. В среднем цена за год выросла наполовину и составила чуть больше 600 тенге. Дороже всего рис по итогам июня оказался в Уральске – 828 тенге за килограмм. В Актаус она поднялась до 787 тенге. В Астане чуть дешевле – 721 тенге. Наибольшее годовое удорожание зафиксировано в западно-казахстанской области на 80%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская область – плюс 74% и Акмолинская, где рис подорожал почти на 65%. Дешевле всего крупа стоит в Талдыкургане, Петропавловске и Казаларде. В магазинах Шамкента цена на рис разнится. Социальная крупа стоит 360 тенге. Длиннозерные высокого качества – от 650 до 870 тенге. Покупают и тот, и другой. Покупаю лазер, в районе 500 тенге было. Дороговато, мне кажется, все равно для наших зарплат. Мы берем длинный рис. Он по 600 тенге. Хорошо подходит для плова, рассыпчатый. По словам производителей, подорожание риса закономерно. Цены выросли на сельхозтехнику, которая требуется для уборки урожая. С прошлого года на покупку комбайнов и жадки добавился НДС, который, говорят предприниматели, доходит до 28 миллионов тенге. При этом техника работает всего несколько месяцев в год, а платить за лизинг нужно ежемесячно. Подорожали и горюче-смазочные материалы. При этом производство риса в стране сократилось. Предприниматели боятся, что такими темпами в правительстве ограничат экспорт риса. Это повлечет большие убытки для предприятий. Тем самым убьют рисовое производство, которое все это время вплоть вверх и развивалось. И хочу отметить, мы сейчас живем в рыночной экономике. В целом, рис сегодня стоит столько, сколько он должен стоить. Единственное, сейчас здесь шаг со стороны государства. Вот эти, чтобы субсидии своевременно выплачивались, их объем не сокращался. При этом производители говорят, чаще всего покупатели выбирают рис в красивой упаковке, чем на развес. В правительстве же контролируют только цену на социальную группу. Недавно в Казаларде прошла рисовая ярмарка. В Минторговле говорят, акиматы медленно заключают контракты на покупку риса по льготной цене. По итогам ярмарки, меморандумы на закуп риса заключили акиматы только восьми регионов. Ими законтрактовано почти полтора тысяч тонн риса, тогда как по стане необходимо порядка 21 тысяч тонн. Пока точно нельзя сказать, будет ли очередное удорожание риса. Это станет известно после уборки нового урожая. Анастасия Новикова, Набрин Абдиев, Абзал Требеков, Информбюро. В Шумкенте нефтеперерабатывающий завод готов к работе в штатном режиме. На предприятии завершили ремонт теплообменника. Установку запустят к концу этой недели. Об этом на специальной конференции сообщил заместитель председателя правления АОНК «Казманой газ». Также Дмитрий Макеев отметил, что расширение Шумкентского НПЗ в перспективе перекроет потребность Казахстана в авиакеросине. Сегодня недостающие объемы этого топлива перекрывают за счет импорта. В компании «Казманой газ» сообщили о завершении плановых работ на Павлодарском НПЗ. А это значит, что все нефтеперерабатывающие заводы страны, включая Тараусский НПЗ, на которую легла основная нагрузка по производству бензина марки АИ-95, также работают в штатном режиме. О дефиците 95-го бензина на некоторых заправочных станциях в национальной компании знают. Заместитель председателя правления объяснил ситуацию сложной логистикой. К примеру, чтобы доставить горючее с Запада в сложные в южные регионы, может потребоваться две недели. В этой связи нехватка бензина на заправках связана с тем, что горючее еще не успели подвезти. «Потребность у нас 900 тысяч тонн, 650 тысяч – это номинал производства на всех трех заводах. В ближайшие 10-20 лет потребность в авиационном керосине составит порядка 1,2 миллиона. Потому что все-таки Казахстан является одним из ключевых транспортных коридоров, связывающий Запад с Востоком. При расширении Шемкенского НПЗ мы рассматриваем увеличение более чем на 1,2 миллиона общей производительности по стране». Высокопоставленного чиновника в Туркестанской области арестовали по подозрению в коррупции. Глава департамента по управлению земельными ресурсами подозревается в подстрекательстве к даче взятки. За 18 миллионов тенге местному предпринимателю гарантировали содействие в предоставлении земельного участка в Туркестане. Бизнесмен планировал построить там коммерческий объект. Но планы сорвали сотрудники антикором, которые задержали не только госслужащего, но и его пособника. Другие детали этого дела пока не раскрывают. Санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. Продолжаем информбюро. Ни света, ни мобильной связи, ни интернета. Жители поселка Чкалово жалуются, что находясь всего в полутора километрах от Тимиртау, информационно отрезаны от мира. Да и с инженерными коммуникациями в селе просто беда. Почему так получилось, выясняла Людмила Батюшкина. Нет не только кабельного, но и простого телевидения. Не ловит ни одна сотовая сеть, жалуются жители Чкалово. Когда в непогоду школа переходит на дистанционку, для детей поселка начинается настоящая мука. Невозможно. Компьютер не подключается. Было три роутера. Сжирает моментально мегабайты, но не включается. Нету зоны покрытия. Мы сами в шоке, что почему так нету ни интернета, ни телевидения, ничего. Люди сетуют, что и свет отключают часто. От электроэнергии запитанные насосы, поэтому вслед за светом прекращается и подача воды. В этом году у нас очень часто переводится светом. То у нас отключаются ремонтные работы, то у нас погодные условия, это понятно. Там если отрывается провода или ветки падают. Власти района говорят, сети в основном частные. Те, что остались на балансе Акимата, ремонтируют, а частники не спешат. По этому поселку я в среднем скажу, где-то 60% есть износ. В это время, конечно, отключение есть. Вы сами здесь видите, например, провода возле больших деревьев. Деревья, когда ветер качается, и, соответственно, проводам тоже мешает. В Караганды-Жарык подтвердили, что отключения бывают не только из-за погоды, но и из-за гроз или попадания птиц на оборудование. Но главное, электросетям поселка нужна полная реконструкция. Их строили еще в 1977 году. Сейчас вот у нас, скажем так, нагрузки на электроустановках очень сильно возросли. Планы есть, но... Сумм дат ничего нет. Да, сейчас пока еще вот даже изыскательские работы не проводились. В прошлом году услугодатели провели в Чкалово реконструкцию электроподстанции. В этом планируют отремонтировать трансформаторы. Но о замене проводов и остального оборудования пока речи нет. Что касается интернета и связи, у Минцифры есть планы улучшить инфраструктуру в этом районе, но пока не определен даже подрядчик. В условиях 40-градусной жары с переменчивым ветром тушат природный пожар в Карагандинской области. Общая площадь возгорания достигла 150 гектаров. Территорию горного массива в Талденском сельском округе Щецкого района огонь охватил еще в пятницу. Предположительно причиной стала молния. Но этот факт еще будут устанавливать. В условиях сильной жары с ветром в местах, где нет водоемов и подъездных путей, героически тушат пожар добровольные формирования. Сотрудники Актугайского и Карагандинского хозяйств по охране лесов и животного мира, пожарные ДЧС, исполнительные органы, всего 139 человек и 20 единиц техники, в том числе 5 машин из Караганды. На сегодня потушили около 120 гектар. Продолжают тушить густой сухостой среди скал ориентировочно на площади 20-30 гектар. К тушению привлекали вертолет Каза-Авиаспаса с водослевным устройством, который сделал 24 сброса воды объемом 72 тонны. Кроме того, только за последние сутки в Карагандинской области ликвидировали три степных пожара. Спасатели просят жителей области не только не разжигать костры и не бросать окурки и стекла, но и вообще не заходить в лес. Из-за аномальной жары лесными пожарами охвачены многие. Более 70 миллионов жителей США могут пострадать из-за смога от лесных пожаров в Канаде. Опасное загрязнение воздуха угрожает Чикаго, Нью-Йорку, Детройту, Сент-Луису и Клейвленду. Смог ощутят жители минимум 12 штатов. Он уже добрался до севера страны и движется на юг. Полыхают и страны Европы. Где сейчас самая тяжелая ситуация, расскажет Елена Меньшова. В канадской провинции Британская Колумбия выгорела 10 миллионов гектаров леса. Это почти площадь Исландии. Погибли двое пожарных. Нынешний сезон пожаров стал самым разрушителем в истории страны. Аномальные температуры сохранятся до конца лета. В зоне риска и США. Небывалый зной отмечен в 38 городах. В Лас-Вегасе жара перевалила за 46 градусов. В Фениксе, Аризона – 47,2. В долине смерти Калифорния – плюс 53. Пожары уже накрыли юг штата. Тем, кто трудится на улице, разрешили не выходить на работу. Бездомным раздают тенты и воду. Не передать, как мы, благодарны. Если бы не раздавали воду, я бы уже лежала в больнице с солнечным ударом. Даже не знаю, что бы со мной было. За 50 и в Китае, в провинции Синцзян – плюс 52. В Японии с тепловыми ударами обратились к врачам 64 человека. А Европа уже ощущает последствия зноя. Горят леса в Испании, Италии, Турции, Греции, Швейцарии и Словении. В Испании и Греции огонь уничтожил сотни домов. Я велел жене хватать детей и выбираться. Я пытался потушить, но начал задыхаться от дыма. Пришлось спасаться. Я был спокоен, понял, что не в моих силах что-либо изменить. И побежал помогать соседям. А учёные говорят, аномальная жара становится новой климатической нормой. Экстремальные температуры останутся с нами на 30-40 лет, прежде чем циклично пойдут на спад. Елена Меньшова, Информбюро. 84 тысяч деревьев в Алматы признаны аварийными. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Они могут нанести вред имуществу или случайным прохожим в случае обрушения. Как определяют риски, расскажет Дамир Анитов. Эти деревья по улице Колдаякова уже отжили свой век и теперь могут представлять угрозу. Чтобы это предотвратить, подрядчики с соблюдением всех саннорм уже приступили к их вырубке. Производится работа по вырубке аварийных деревьев. Общее количество задействованы техники более 35 техники. Это автовышки, самосвалы. И более 180 человек задействованы по вырубке деревьев. Вырублено на сегодняшний день более 2,5 тысяч деревьев. Сотрудников Акимата часто критикуют за то, что они якобы срубают здоровые деревья. Но оно здоровое лишь с виду. Внутри же оно полое, сгнившее и держится на одной коре. И может обрушиться в любую минуту, как нам объяснили специалисты. Для определения аварийности специалисты прокалывают сердцевину буром. Многие деревья на 50%, на 70% можно визуально определить. Сара возрастной, суховершинность появляется, которая есть под сомнением. Туда нас приглашают специалисты, мы выезжаем. Есть мобильная автолаборатория. Всего в Алматы свыше 84 тысяч аварийных деревьев. В прошлом году ликвидировали около 5 тысяч. В этот раз намерены спилить 16 тысяч. И на тысячу больше в 2024 году. А взамен одного срубленного дерева посадят 10, то есть 160 тысяч вместо 16 тысяч. Дамир Анитов, Думан Сулейменов, Информбюро.